здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет сегодня мастер-класс по перекраске вот таких птичек показывала сейчас вам поход фикс прайс я вообще птичек очень люблю у меня много вот здесь светилки ну кто помнит я перекрашивала совушек 2 из фикс прайс вот это будет летняя сова зимнюю совушку делала которая уехала в гости вот то есть всегда фикс прайс и покупаю вот это было к пластмассовая пластиковая сова она потом уйдет куда-нибудь у меня в горшечный садик вот тоже был мастер-класс а сейчас купила вот такие птички не знаю как покрашу на кого они похожи тоже не знаю да это не суть важно тут уж просто важно творчество да хоть вообще любыми красками покрасьте и у вас будет какая-то своя такая птичка но даже не знаю из чего из полиэстера или чего они сделаны но не гипсовые вот почему-то там не было написано я как всегда сначала грунтую грунтую краской акриловой вот такая у меня краска для интерьеров я вам часто это показываю и в грунтовку добавила клей вот такой вот клей столярный неважно может быть строительный может столярный пва то есть взяла например три части краски но вот сколько добавить и одну часть клея пва для чего добавляю клей это уж просто из практики из опыта краска тогда более будет при прилипаемость и и более лучше будет это нам на руку потому что ну вот сейчас это играет вид грунтовки если ничего не грунтовать ну может быть сразу начать красить то знаете за лето может у вас эта краска вся отстать тем более вообще отойдет вся слезет вот так это называется ну тем более если вы где-то например будете эти фигурки не обязательно птички любые фигурки держать под открытым небом то есть вот эти дожди солнце яркое вот это все может нарушить лакокрасочный вот этот состав и просто вся краска сойдет поэтому я всегда грунтую все-таки это она трескается да а если не грунтовать то будет только хуже немножечко развела краску водичкой потому что слой грунтовки не должен быть очень толстый слегка проходим лучше даже если вы сделаете на два раза а еще лучше если купите специальную грунтовку так и продается на такая жиденькая ну допустим универсальную которая у вас подойдет ко всем поверхностям ну как-то я уже привыкла без всяких специальных средств а все что под рукой докупажницы обычно они придумывают сами все очень часто краски разные делают меловые не меловые в общем докупажницы такой творческий творческий народ который придумывает ну вот пока говорю с вами сейчас все птичек и покроем но естественно дождемся когда они полностью высохнут кто торопится можно просушить феном эта краска сохнет моментально и начать красить а вот здесь та самая любимая работа всех творческих людей как подойти к этому делу как покрасить это классно чем красим тоже акриловыми красками акриловые краски разводятся водой у кого нет акриловых красок кто не может купить в любом строительном магазине продаются колеры для краски ну чтобы сделать какой-то цвет этими колерами нельзя пользоваться просто колерами сколько раз я говорю все равно задаются вопросы все птички сохните все равно задают вопросы если вы колерами накрасить и как они выглядят или колеровочная паста я больше пасты пользуюсь потому что она гуще если просто написано колер он более жидкий вот так как или такие колеровочные пасты любых цветов радуги если просто именно красить и потом будете лак наносить все это потечет или там дождями все это быстро смоет то есть нельзя пользоваться чисто полировочной пастой берем опять же краску акриловую вот например сюда и будем добавлять полировочную пасту я обычно вот просто люблю составлять разные композиции прямо на бумаге выкинул бумагу и все может кому-то кажется это странным но я специально вам так даже показываю как делу без всяких супер прекрас то есть берем белую краску акриловую добавляем туда колер и делаем тот оттенок который нам надо надо только понимать что при помощи колеровочной пасты не получится сделать очень темные оттенки все равно с белой краской это получается более таки пастельные тона чем ну например черный черную даже при колеровании не получается черный глубокий цвет или там темно-коричневый поэтому тут уж лучше купить акриловую краску продаются в любых каких-то магазинах там где продаются канцтовары то есть можно найти очень даже легко стоимость не дешевая если покупать баночку такую среднюю только вот покупала красную краску стоит вот только-только покупала вот такую акриловую красную краску и вот такая баночка но 100 миллилитров стоит 250 рублей например у нас но то есть и фирмы разные есть это волки есть любые еще фирмы по производству красок ну уж какие возят такие и такие и покупаем вот такие поменьше баночки ну конечно стоят дешевле здесь 30 наверно миллилитров вот ну тоже в общем такое не дешевое удовольствие но если вы занимаетесь тем более летом будем с вами мастерить то пригодятся но так сушу смотреть как правильно рисовать птичку я открыла просто фотку в интернете ну сейчас сделаю ну подобие синицы понятно что до рисовальщиками далеко и я вообще совершенно не умею рисовать вот феном видели мой строительный фен который прошел уже очень много всяких всяких разных историй и я сейчас буду рисовать синичку я честно вам скажу что я никакие палитры не делаю вот беру картонку мне как-то очень удобно так пользоваться на обыкновенной картонке краски развожу и рисую вот у синички посмотрела на фотографии здесь вот так происходит серединочка вот поуже а сюда вот так потемнее ну и вот так вот в общем рисуем это чтобы легче было понять как действовать и ничего страшного говорю что если у вас будет какая-то своя собственная птичка вот мне кажется что это даже это даже интересно тут даже краска у меня слегка не просохла но это тоже нет в природе единой какой-то супер супер краски все равно это наложение цвет на цвет поэтому ничего страшного вот с какой-то такой у синички серединка и еще вот здесь такие полосочки идут у глазок вот я их сюда и вывожу ну и так далее дальше комментировать тут нечего честно говоря и просто смотрю на фотографию и буду красить и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 переживает намного лучше вот это уж смотрите сами видите как стало еще по наряднее проблесков этих белого нет где где это не нужно вот ну и ляпа какие-то сейчас прикрою и будет по наряднее и вот этой же черной краской я прокрашу вот так здесь пузики вот так вот такие экзотические птички птички синички что я хочу сделать но это не сейчас когда придет лето я возьму какую-то большую сукастую палку и может быть каким-то образом их туда приклею или прикручу в общем хочу сделать вот так вот будут на ветке сидеть эти птички ну а видите уже птички уже будут сделаны и в принципе останется то дело за малым делом за останется за веткой вот так прокрасила теперь на бочок все просохнут так еще тут лапку тоже надо пора красить друзья мои можно и не обязательно как я говорю подглядывать можно покрасить любой другой краской сделать только вашу любимую птичку ну хорошо фикс прайс нам помогает приобретение таких таких вещей меня уже очень много всяких фигурок из фикс прайса переделанных это и черепашки это и зайки все это есть может быть что-то еще на канале у светлана луди сад в моем плейлисте творчество там можно найти наверное зайки я переделала кстати великолепно стоят саду на пне у меня ну вот дорогие друзья ну а том как уж пользоваться лаком я вам показывать не буду вот у меня есть такой акриловый лак можно купить большого в такой банке тоже продается акриловый лак и ой застыл в общем я буду таким покрывать это у меня матовый можно сделать блестящим птички будут блестеть так что вот такая история с этими птичками ну и потом сейчас это все высохнет покажу вам окончательный результат и